Сегодня на телеканале НТВ стартует второй сезон уникального вокального конкурса «Ты супер!» Главная интрига смотра юных талантов в состав жюри. Он определился в результате опросов самих участников шоу «Мальчиков и девочек из приютов и детских домов». И в итоге говорить «да» или «нет» будут композитор и продюсер Виктор Дробыш, певица и телеведущая Юлиана Караулова, композитор Игорь Крутой, актер и поп-звезда Сергей Лазарев. Кстати, за Лазарева проголосовало большинство участников шоу. Ну, любят Лазарева дети. Именно они накануне старта «Ты супер!» и задали несколько личных вопросов своему кумиру. Лазарев, как всегда, был эмоционален и откровенен. Меня зовут Филатова Эльвира. Я приехала из города Котлас, Архангельская область. Вы любите быть в центре внимания, ходить на тусовки, давать интервью? Я не люблю большие мероприятия. Для меня это прям каторга. Даже церемонии, премии. Для меня это как прям стресс на целый день. Я прям вот, чтобы быстрее это закончилось. Мне некомфортно. Слушайте, вау! Я, честно говоря, еще даже не успел начать волноваться. И уже сразу радость такая. Я гораздо комфортнее чувствую себя вот в кругу своего коллектива, гастроли, своего зрителя, семьи. Здравствуйте! Меня зовут Александра Тарненок, и я из Эстонии. Остается ли у звезд время на близких людей? Вот вы, например, часто с мамой общаетесь? С мамой я каждый день. Она у меня замечательная, я с ней. И не только аудиосвязь. Слава богу, у нас есть видеосвязь. Я маму вижу каждый день. Мы всегда отмечаем всей семьей наши такие общие праздники. Дожидаются меня с гастролей, и мы собираемся празднуем с ночевками, так, за городом. Очень дружно. Меня зовут Макс Рэй. Я из Воронежской области, рабочего поселка Хохольский. Говорят, вы очень много зарабатываете. Куда вы деваете свои миллионы? У меня большая семья. У меня большой коллектив, который я кормлю. Я сам себе руководитель. Я сам себе продюсер. Я сам себе спонсор и все остальное. У меня нет никого, кто бы меня финансировал. Я очень долго к этому шел. Я хотел, чтобы это был большой коллектив, свой коллектив, чтобы везде было свое оборудование, чтобы это был трейлер. Ну, а купить, это все колоссальные затраты. И это вложение очень серьезное. Для того, чтобы это, в общем-то, и отбить, в том числе, нужно большое количество концертов. Хочешь вот этого всего красочного, яркого шоу, ну, ты должен понять, что ты должен за это платить. Вот, и, в общем-то, это не каждый может себе позволить. И я себе смог позволить только последние, там, пять лет, когда и уровень известности, уровень востребованности, популярности возрос. Я об этом всегда мечтал. И я сейчас это получил. Здравствуйте, меня зовут Яков Людмитрий, и я из города Колпашево, Томской области. Вы мой кумир. А кто ваш кумир и почему? Мадонна, Бейонсе, Руби Уильямс, Кали Миног. Артисты, которые делают шоу из своего выступления. Поп-музыка, она развлекательная. Мы должны развлекать, чтобы люди на два с лишним часа забывали о своих каких-то переживаниях, проблемах, плохой погоды вечной в нашей стране. Восемь месяцев мы постоянно, зима, тучи. Все это как-то, это не может не давить. Я личный человек солнцелюбивый. Я без солнца не могу. Мне это солнце, как глоток воздуха. Но я такое солнце создаю у себя на концертах. Я Хлопов Максим из города Сарова. Вас расстраивают слухи или сплетни? Я начал, когда мне было 17-18 лет. Первый вот этот смэш, пришел успех. Вот эта первая волна популярности разговоров всего. Сейчас на 34. Я через столько вот уже этого всего прошел. И столько я уже в свой адрес услышал, узнал о себе нового, прочитал. И я-то уже, в принципе, у меня иммунитет к этому в какой-то степени. Я уже стараюсь не реагировать. Мои близкие не выбрали профессию артист. Они в какой-то степени заложники моей профессии, моей популярности или известности. И порой бьют по артисту через родственников там, да. А я хочу их защитить, я не хочу. И я-то ко многому готов. Порой не готовы мои близкие, которые совершенно любые новости тоже воспринимают вот с такими глазами. И потом, как, а почему? Да ведь это же не так. Я говорю, ну, господи, ну это же все. Шоу-бизнес. Меня зовут Виктория Николаева, я из города Киселевска. Есть ли что-то в вашей жизни, на что вы бы хотели пожаловаться? Жаловаться. Я не люблю. У меня всегда все хорошо для людей. Потому что никто не должен знать каких-то минусов, негативных сторон. Жизнь артиста, она, в принципе, не такой фантик замечательный и красивый, как это представляется. Очень часто хочется людям сказать, что все, что вы видите по телевизору, все, что вы видите в инстаграмах, в всяких соцсетях, это 10%, да даже меньше нашей жизни. Потому что так или иначе, это вот секунда. Секунда, которую вы запечатлели и выставили, понимая, что это увидит многомиллионная аудитория. А что там внутри, порой часто даже не подразумевают. И они фантазируют себе, исходя из вот этих фотокарточек, исходя из каких-то вот увиденных обрывков. Вот. И вообще все это очень так сложно. Меня зовут Фирсова Кристина. Я из города Белово. Сергей, расскажите, пожалуйста, про вашего сына Никиту. Чем он занимается? Наверное, тоже хочет быть певцом? Он учит английский, он учит русский, он говорит, он уже начинает читать. Он жадно все это воспринимает. И он уже напевает, он поет. Я не знаю, я стараюсь сейчас в самый такой период, когда важно поймать его стремление, что ему нравится, в чем его развивать. Потому что он очень в этом плане похож на меня в детстве. Мама по мамину рассказом. Когда все интересно, когда все интересно. Когда и вроде и артистично, и танцует, и поет, и чуть ли не в шпагат хочет садиться. Думаю, так, это моя спортивная гимнастика, которая у меня была в детстве. Потом, там, есть небольшие клавиши, он же что-то пытается это... В этом, значит, есть заинтересованность. А вроде и плавание, и вроде и это. Ну, то есть сейчас, конечно, очень важно поймать этот момент и развивать. Меня зовут Артем, я из Латвии. 1 апреля вам исполняется 35 лет. Вы хотели бы начать все с нуля? Я не понимаю, как вот начать все с нуля, честно говоря. Потому что я помню каждое препятствие, каждую сложность. К сожалению, там, мне никогда не будет 25, мне никогда не будет 20 и там, 18 и все. Мы все, даже вчера уже не повторить. Поэтому нужно стараться жить так, чтобы получать удовольствие от сегодняшнего дня. Думая, безусловно, о завтрашнем дне, и чтобы не было стыдно за вчерашний. Это обязательно. Я вот стараюсь так жить.